МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спорт сможет рассчитывать на поддержку государства при условии высоких достижений. Президент Беларуси принял участие в открытии Дворца спорта Уручье. Вместо классического костюма – камуфляж. О том, как прошли занятия губернаторов по территориальной обороне и не только, мы расскажем в программе «Новости 24 часа» в студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Президент Беларуси требует отдачи от средств, которые вложены в спорт. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время церемонии открытия обновленного комплекса Уручье. Современный дворец спорта появился на базе небольшого легкоатлетического манежа. Площадка стала более универсальной. Теперь здесь можно проводить тренировки по гандболу, волейболу, баскетболу, мини-футболу и даже теннису. Екатерина Желянина подробнее. Спорткомплекс уникален. Прежде всего, своя история. История громких побед и легендарных спортивных открытий. Здесь выросли 8 олимпийских чемпионов. В этих же самых стенах гандбольной СК под руководством спорта Камирановича уже не раз срывал аплодисменты, обыгрывая сильнейшие клубы Старого Света. Эта традиция будет жить. Историю побед продолжат писать уже в обновленных залах. Хороший настил, мягкое покрытие. Играли два матча здесь. Чемпионат Белоруссии и Кубок ЕГЭФ. То есть две виктории. С хорошим настроением тренируемся, работаем и готовимся к следующему матчу. По оценкам европейских экспертов, белорусская площадка получила не просто высокую, высочайшую оценку. Здесь все соответствует европейскому регламенту проведения Кубка ЕГЭФ. Очень понравилось зрителям. Это уютный комплекс. Практически со всех мест хорошо видно площадку. Хорошая созвучность, такая акустика хорошая. Трибуны появились на месте легкоатлетических дорожек. Когда-то здесь действительно царила королева спорта. Но сегодня в Зеленом Луге у легкоатлетов большая и современная база. Вот почему здесь во время реконструкции сместили акценты на игровые виды. У нас в стране не было специализированных, такого уровня, как мы видим сейчас, спортивных объектов для развития игровых, зальных, командных видов спорта. Основное профильное предназначение его, безусловно, это развитие таких олимпийских, зальных, командных игровых видов спорта, как гонбол, волейбол, баскетбол. Спорткомплекс был построен еще в 76-м году прошлого века. С тех пор устарел и морально, и технически. Реконструкция длилась почти 7 лет, с 2008-го. Это не просто сказка, это вообще божий дар. Такая арена, конечно, только дает положительный эффект для спортсменов, потому что играть и тренироваться очень слабо или плохо, это невозможно просто. Медицинские восстановительные центры, 17 раздевалок, ресторан, боулинг, пресс-центр и скалодром, тренажерные залы, силовые и кардиозоны. Комплекс строился белорусскими специалистами из белорусских материалов. Довольны ли результатом, интересуется глава государства. Ты давай без патетики, как тут тебе нравится работа, не нравится и что плохо. Это я все знаю, это утверждал, когда тут развалины были. Покрытие это вам подходит? Подходит. Раздевалок хватает? Раздевалок хватает. Воздуха? Хватает. Работает нормально вентилятор? Так точно. В том, что белорусы умеют строить уникальные спортивные объекты, сомнений нет. А над тренажерами отечественного производства предстоит потрудиться. Надо сделать. Обязательно. Не надо бояться это делать. Я всегда провожу пример военный. Ай, ракетные технологии, ай, ракеты. Когда на горло наступил, за два года, такого никогда не было в истории ни в одной стране. Богатые. За два года сделали ракету. Ну так же было. Сейчас поставили перед собой задачи сделать современное, вместо БТР этих громоздких, сделать мобильные, ну можно сказать, джипы для военных. Тоже количество. Восемь человек, по-моему, они берут с водителем и командиром. Отделение. Отделение берут то же самое, что и БТР. Летит машина по асфальту, по пахоте, идет 90 километров в час. Взялись и сделали. Так за год сделали эту машину. Поэтому, ну что тут бояться. Небольшую копейку вложили. И не надо там каких-то инвесторов просить. Это все окупится. Оно ж надо. Оно везде надо. Спорткомплекс обведения армейцев. С реконструкцией государство помогло. Но простаивать такие объекты не должны. Теперь предстоит не только использовать на все 100%, но и выходить на самоокупаемость. Будут результаты, будет и государственная поддержка. Формула для белорусского спорта не новат. Уже самое скажет глава государства и гонболистам. Буквально неделю назад гонбольный СКА одержал победу в домашнем матче группового раунда Кубка ЕГЭФ над швейцарским Винтертуром. Ну ты мне скажи, почему вы так неровно сыграли? С кем? Ну с кем? С шестерцами. Все могли выиграть, шесть. Я смотрел игру, потом провалились, потом героически преодолеваете все это. Ну это же чисто по-белорусски. А, ну это не только по-белорусски и по-русски. Да, и по-русски, да. Президент поделится. Когда-то он сам занимался в этом спорткомплексе. Сегодня в обновленном зале с главой государства попросят фото на память главной надежды белорусского гонбола. На память президенту, АЦКА, клубная форма, мяч и талисман команды. Талисман? Да, талисман команды, да. Он, конечно, нам удача. Серьезно? Да. Пускай нам тоже придется. И, конечно, какая тренировка без точных ударов поворотом. Хорошо. Хорошо. Да, еще. Достичь уровня титулованного соотечественника Сергея Рутенко, а он тоже оценил новую спортивную базу. Играть в гонбол как можно дольше. Пожелания от главы государства. Играть вам до 45 лет. Всем ребятам. Спасибо. Заниматься в спорткомплексе будут, конечно, не только профессионалы и не только армейцы. Сегодня же здесь стартовал международный детский турнир. В церемонии открытия принял участие Александр Лукашенко. Конечно, этот дворец многопрофильный. Но главный профиль его – это гонбол. Его популяризация. И хватит, наверное, уже говорить о популяризации, о значении и прочее. Я с ребятами встречаюсь сегодня и сказал им – надо выигрывать. Мы слишком много вложили средств в наших спортсменов, в материально-техническую базу спорта. Но, скажу откровенно, может быть, это и не характерно будет для сегодняшнего дня. Отдачи пока должный народ Беларуси, зрители Беларуси от нашего спорта не получили. Поэтому этот дом для наших спортсменов, прежде всего для гонболистов. Играйте, тренируйте. Государство поддержит вас там, где нужно подставить плечо. А вы должны радовать всех нас, наших зрителей, преданных зрителей, преданнейших беларусов, которые никогда ни одной команды в беде не бросали. И даже когда вы плохо играете, мы все равно приходим на стадионы. Вы должны радовать нас своими результатами. И мы это можем. У нас хорошие традиции. Нам нужен результат. Все у нас с физкультурой нормально. Вот теперь надо дать результат в спорте высших достижений. Это наша задача. И начинать надо вот с них, с этих ребятишек. Надо их поддерживать. Тогда у нас будет хороший резерв. Тогда у нас будут Сергеи Рутенки на каждом квадратном метре, а не один на всю страну. Команда Азербайджана, Латвии, Армении, Литвы, Эстонии, Молдовы, России, разумеется, Белоруссии разыграют первый трофей в обновленном спорткомплексе. Екатерина Желянина, Анастасия Иванникова, Юлия Бешанова, Алексей Юнош, Илья Максимов, телекомпания СТВ. Не легче, чем посевная. Так отзываются губернаторы о занятиях по территориальной обороне. Сегодня кульминация сбора – практические занятия на полигоне Вуручи. Как чиновники справлялись с огневыми стрельбами, знает наш корреспондент Максим Слеж. Сменив привычный имидж деловой на военную форму, офицеры командования СТВ сегодня знакомятся с новыми образцами вооружения. Противопехотные мини на зенитной установке и современные информационные центры. Командиры должны не только знать, как применять технику, но и подавать пример личному составу. Пусть не белки в глаз со 100 метров, но все мишени поражены. На огневом рубеже губернаторы и их заместители подтверждают, что с личным оружием офицера знакомы не понаслышке. Другое дело – стратегический арсенал. Выстраивая оборонительные рубежи, нужно знать точно, какой участок прикрывает каждый из расчетов и каким потенциалом он должен обладать. Пулемет Калашникова предназначен для поражения живой силы условного противника, а также легкой бронированной техники. Прицельная дальность – 500 метров. Это говорит о том, что условный враг ближе не подойдет. А для того, чтобы остановить тяжелую броню, в помощь – ручной гранатомет. На примере личном командиры ощущают, столь важно уметь комбинировать. Ведь время изменило не только методы действий, но и характер. И быть сегодня на чеку – задача номер один. В последней деятельности масса проблем других, и злободневных, и очень важных, которые нужно решать. Но мы все понимаем, что этим тоже надо заниматься. Потому что, когда, если вдруг, не дабы, станет горячо, учиться будет поздно. Надо будет работать. Указывают военные профессионалы не только на шероховатости в работе руководства. Действие личного состава напрямую зависит от его подготовки. И это предметный разговор. Мы достаточно много новой информации получили, которую будем сегодня отрабатывать в районах, вместе с председателями располкомов. Все одинаково сложно, если делать все правильно. Для этого нас и учат, чтобы мы знали алгоритм действий и выполняли все технологично. Восполнять пробелы будут не только на сборах, но и масштабных учениях с различными сценариями и подходами. Ведь назначение сел – территориальной обороны, защита государства, его границ и людей. Максим Слиш, Николай Синчилы, телекомпания СТВ. В этом году президент Беларуси посетит Пакистан с официальным визитом. Об этом Александр Лукашенко договорился с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом сегодня во время телефонного разговора. Он состоялся по инициативе пакистанской стороны. Во время беседы были детально обсуждены текущие ситуации, перспективы развития двусторонних отношений, а также международная повестка дня. В целом, Александр Лукашенко и Наваз Шариф выразили уверенность в том, что страны ожидают плотное сотрудничество в экономике, политике, социальной и гуманитарной сферах. Для Беларуси Пакистан это перспективный партнер и хороший рынок сбыта. Население Исламской Республики почти 200 миллионов человек. Причем половина жителей задействована в сельском хозяйстве. И на этом поприще с синёкой есть что предложить. Это тракторы, мазы, другая спецтехника. Но Исламабад и Минск на этом останавливаться не планируют. В ходе прошедшего недавно бизнес-форума подписаны контракты почти на 60 миллионов долларов. Белорусское мясо и сгущенка на полпути в Поднебесную. Пищевые эмиссары из Китая проводят тщательную ревизию наших производителей продуктов питания. Какие из них попадут на полки пекинских и не только магазинов, знает мой коллега Александр Добрьян. Ван Яотянь живет в Белоруссии 15 лет. Наши продукты ему уже как родные. Самая большая любовь к белорусским молоку и меду. Сегодня его работа привить эту любовь своим соотечественникам в Поднебесной. У нас цель, чтобы прекращать много китайских инвесторов, много китайских производств и компаний прилететь в Белоруссию, чтобы они хорошо знали о Белоруссии. Уровень доходов жителей КНР за последние десятилетия значительно вырос. Но вместе с этим в Китае сложился устойчивый тренд недоверия к качеству собственно китайских продуктов. Полуторамиллиардное население страны рублем, а точнее юанем уже не первый год стабильно голосует за новозеландские и австралийские молоко и говядину, за европейские сыры и кондитерские изделия. Попасть в эту импортную компанию теперь может и Беларусь. У нас интересованы ваши молочные, мясные, шоколад, печенье, такие хорошие вещи, потому что мы уже смотрели, что ваши продукты качественные. Сегодня мы предварительно уже отдаем образцы четырех видов основного нашего продукта, естественно, качественное удостоверение, для того, чтобы китайская сторона приняла решение о количестве и объемах. У белорусской сгущенки помимо безупречного качества и цены есть еще один весьма важный компонент – срок годности в 12 месяцев. Ведь главная проблема сейчас логистика. Партнеры из Китая заинтересовались ради нашей копченой сыровяльной продукции. Точнее, сейчас ведем переговоры. Я думаю, что у нас все получится. Помимо сгущенного и концентрированного молока, балыков и копченых колбас, китайских бизнесменов заинтересовали изделия гомельских кондитеров и натуральный яблочный сок. В ближайшие дни этот список может вырасти в разы. Говорить об объемах поставок пока преждевременно. Но одна лишь компания, в которой работает Лин Сяо, в месяц импортирует в Китай продуктов питания на 100 миллионов долларов США. В ближайшее время часть этой суммы сможет остаться и в Беларуси. Александр Добриян, Виталий Раскопов, телекомпания СТВ, Гомельская область. Мировые лидеры на саммите в Брюсселе, а также ООН решительно осудили теракт в Анкаре. Европейский союз выразил готовность приложить усилия, чтобы справиться с последствиями бедствия. И сегодня стали известны подробности мощной атаки, которая произошла накануне вечером в центре турецкой столицы. Уже задержаны подозреваемые в организации теракта. По последним данным, жертвами стали 28 человек, пострадали больше 60. За ситуацией следят и сотрудники посольства Беларуси в Турции. Подробности из Анкары нам по телефону сообщил глава нашей дипмиссии в этой республике. Беларуси в этом теракте не пострадали, это совершенно однозначно. В целом, обстановка в городе относительно нормальная. Какого-либо повышенного ажиотажа, связанного с мерами безопасности, не наблюдается. Следует отметить, что это далеко не первый террористический акт. И в Турции уже давно предпринимаются различные меры по снижению террористической угрозы. Это стало уже частью повседневной жизни. От 60 и старше выставка велосипедов 19-20 века открылась в Национальном историческом музее. Экспонаты рассказывают историю своих владельцев, портного, врача, кондитера. В том, что велосипед – это не только средство передвижения, убедилась наш корреспондент Юлия Матяш. Самому молодому за 60, а на самом возрастном ездил итальянский стрелок два века назад. А этот велосипед оборудован специально для работы врача, место для медицинских инструментов и охлаждающая камера на багажнике, чтобы можно было перевозить пенициллин. Велосипед не просто средство передвижения, но и мобильная кондитерская, мясная лавка. А это целая мастерская портного, где есть все необходимое, чтобы пошить наряд любой сложности, даже свадебное платье. Для ремесленников минувшей эпохи велосипед был буквально кормильцем, своеобразным мобильным кабинетом. Поэтому каждый мастер, будь то парикмахер, артист, сапожник или столяр, свой велосипед изобретал заново и колесил на нем от дома к дому, предлагая услуги. Каждый двухколесный, как произведение искусства. Второго такого точно нет. Каждый из велосипедов является авторским проектом. Каждый из экспонатов представляет какие-то инженерные дополнения в виде каких-то навесных лотков, либо это уже смонтированная витрина вместе с жаровней. Собрал такую коллекцию тружеников итальянец Мариуцио. Свои бичеклета искал на протяжении 40 лет. Начиналось все с велосипеда-сапожника. Я помню, в детстве к нам домой приезжал такой мастер на велосипеде и чинил всей семье обувь. Поэтому я и начал собирать их, как воспоминания из детства, которые меня всколыхнули. В вашей стране я впервые, но с удовольствием прокатился бы по ней на велосипеде. Примечательно, что каждый велосипед оригинальный и не подвергался реставрации. Даже детали, будь то шляпы шарманщика или весы молочника, не менялись на протяжении многих лет. И они уже нашли поклонников, тех, кто согласен, что в велосипеде может быть вся жизнь. У меня тоже был дорожный минского завода производства. У меня школьник был. Я думаю, что он и так есть легенда, потому что есть патролейные люди, которые с этим велосипедом жили. Кстати, все велосипеды на ходу. Причем не только как транспортное средство. С их помощью можно и каштаны пожарить, и подкову выковать, и портрет нарисовать. Юлия Матяш, Антон Филанович, телекомпания СТВ. Высокий блондин в черном ботинке. В Минск приехал Пьер Ришар. Знаменитый француз представит белорусской публике свой моноспектакль «Пьер Ричард III». Это уникальное воспоминание актера о съемках картин, в которых он участвовал. Среди них лента «Игрушка», «Невезучие», «Укол зонтиком» и многие другие. Гость прилетел в столицу рейсом из Воронежа и уже успел пообщаться с прессой. Ришар ответил и на вопрос журналиста СТВ. В частности, именитый актер не против сыграть в белорусско-французской картине. Я 15 лет назад был в Белоруссии и, если честно, уже забыл, как здесь. И только сегодня, когда ехал из аэропорта в город, я вспомнил, насколько тогда мне понравился Минск. Я знаю, что мой друг Жерард Депардье планирует сыграть в совместном с вашей страной фильме. И я тоже не против это сделать, если какой-нибудь белорусский режиссер напишет сценарий. Таким был «Четверг». В студии работала Юлия Александрова. На этом я прощаюсь и желаю доброй вам ночи.